Всем добрый вечер. Новости с Мордора. Сейчас только смотрел я РБК, передача «Что это значит?». В общем, там две новости. Что не новость, то праздник, как говорится. Новость номер один. Турция приостановила экспорт всех санкционных товаров в Российскую Федерацию. Теперь закрылась одна из самых главных ян, простым языком говоря, в Российской Федерации. Застряли в Турции сотни контейнеров с крупнобытовой техникой. Оргтехника, бытовая техника и так далее. У разумительных ответов уже неделю не может получить Российская Федерация от турецких властей. И все это происходит после того, как Энтони Блинкин посетил Турцию. Ведущие эксперты РБК, как уже на сковородке, думают и предполагают, откуда еще можно еще санкционные товары получить, предполагают Объединенные Арабские Эмираты и Китай. Иран сам под санкциями. Объединенные Арабские Эмираты, они также очень даже запросто могут отказаться, по словам тех же экспертов. Стоит только, ну в общем, по одному шелчку Евросоюза и того же Блинкина, да? Вот, вот такие его дела. А новость номер два. Дефицит бюджета за два месяца, это январь и февраль, сейчас вот март только начался. За январь и февраль российский бюджет сейчас в дефиците на 2,9 триллиона рублей. Представляете, сумма, да какая? В процентном соотношении это составляет 88% в годовом плановом объеме. И те же эксперты полагают, что к концу года дефицит может составить от 6 до 9 триллионов рублей. Вы представляете, да какая сумма? Так что, товарищ Путин верно ведет страну, я думаю, все по плану, все в общем будет Украина, друзья. На нашей улице, наверное, уже скоро Баянов не останется, честное слово. Всем хороших выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!